Всем привет из Израиля, друзья! И сегодня мы будем с вами совмещать красивую прогулку по нашему зимнему Израилю. Посмотрим, какая шикарная сейчас природа. Будем уводить момент, потому что очень мало, несколько месяцев будет такая красота, потом опять все будет выжжено. И, конечно же, отвечу на ваши вопросы. Накопилось достаточно много. Мы находимся сейчас в Хайфе. В той стороне район Бадгалим, Кириат и Лезер. Ну, а здесь уже районы Нево, Давид и Шпринцик. И пойдем в ту сторону. Буду вам показывать эту природу и отличать на вопросы. Один из часто задаваемых вопросов, что в Телеграме задаете вопросы, что на Ютубе. Кстати, кто не подписан на Телеграм, Ирина Лиф Исраэль, такое же название канала в Телеграме. И ссылочка есть в описании канала. Так вот, задаете вопрос, какой район в Хайфе, на мой взгляд, самый лучший. Несколько видео уже, конечно, есть на канале. Уже рассказывала и снимала видео по этой теме. Все они находятся в плейлисте «Репатриация». Кому интересно, заглядывайте. Там много полезной, интересной и нужной информации. Не только про Хайфу, но и в целом, как мы переезжали. Если мое мнение, ну, опять же, тут все индивидуально, ребята. Одному нравится одно, другому другое. Мы, когда жили в районе Бадгалим, я считала, что это самый лучший район. И все время спорили те, кто в Кириат-Илезере. Я говорю, да ну фигня, у нас тут море рядом, у нас тут классно, красиво, там потише. Не то, что там у вас в Кириат-Илезере, у вас там вообще там дома старые. Но сейчас вот мы переехали в Кириат-Илезере, и я понимаю, что я не хочу жить в Бадгалиме назад. Я туда точно не вернусь, потому что там очень сыро. Летом там очень душно, жарко, душно. А зимой там холодно и сыро. Мокрая одежда, ложишься в мокрую постель. Хотя ты там все это... У нас работали постоянно кондиционеры, что зимой, что летом. Невозможно было. Сейчас вот, где мы проживаем, тему коснусь потом кондиционеров. Совершенно иная ситуация. Это вот то, что касается меня. Мне, да, мне больше нравятся все-таки приближенные районы к морю. Это вот Кириат-Илезер. Ну, Бадгалим, да, я бы выделила на второе место. Если бы мне предложили сейчас уехать на Шпринцак или другие районы, я бы не поехала. Но среди знакомых, те, кто проживают в других районах, также очень хвалят Шпринцак. Много проживает людей, те, кто приезжают в Израиль. Также Адар. Адар бы я тоже порекомендовала, но не весь Адар. Не Нижний там, потому что очень криминально. Но районы рядом, вернее, как бы улицы рядом с улицей Герцель, я бы рекомендовала, и те, кто жили среди моих знакомых, были очень довольны, потому что, во-первых, торговый район недалеко, рынок, и цены там существенно дешевле, чем в других районах, в магазинах. Шпринцак хвалят тем, что там такой вот достаточно чистый район, и дома там поновей по сравнению с Кириат-Илезером. И в целом, как бы, много детских садов, то есть инфраструктура очень хорошая. И особенно там достаточно много молодых семей. Но, опять же, огромный минус, говорю об этом постоянно, кабаны. Ну, до недавнего времени это вот прям был рассадник кабанов, самый-самый такой вот район, где огромное их количество. Но сейчас их везде хватает, и на Бодгалиме, и в Кириат-Илезере, то есть по всему городу. Вот то, что касается районов. То есть все равно в основном выбирают Адар, Кириат-Илезер, Бодгалим, Шпринцак, Новодавид. И районы, которые вот наверху проживают, но не так много людей. Потому что, когда приезжаете, языка еще не знаете, ну, у кого с английским нет проблем, то, конечно, попроще. И в выходной день добраться, допустим, до моря на прогулку будет проблематично. Это вот основная проблема. Посмотрите, ребята, какая красота! Желто-зеленая! Как я обожаю это буйство красок в это время! Прям вот, ну, реально, нужно ловить момент. Несколько месяцев вот такой вот красоты у нас в Израиле. Посмотрите, как вот вдалеке сочетание Синего моря. Потом вот желто-зеленый пестрый ковер на холме. Это Тель-Шикмона, древний город, где были найдены раскопки. До сих пор они ведутся. Там вот вдалеке несколько экскурсий есть. Ну, а я хочу продолжить тему. Ой, поезд идет сейчас, я прервусь. И раз уж мы заговорили о домах, был такой вопрос. Есть ли центральное отопление в Израиле? И вообще, как зимой мы отапливаемся? Насчет центрального отопления я не знаю. Знаю, что в новых домах есть, как кондиционеры централизованно сделаны. По поводу, как в целом отапливаются. Конечно, в основном у всех кондиционеры. Отопления никакого нет. Вот как в России, допустим, батареи отапливаются. Зимой у вас в квартирах тепло. Нет, если вы сами не позаботитесь, то будет холодно. Так же, как вот в октябре, когда еще не включили отопление. Я конкретно говорю про Омск. Потому что сама там проживала и знаю. Поэтому все время его привожу в пример. Тоже как-то спрашиваю, почему все время Омск говорите. И так же, в октябре, в мае, когда нет отопления, еще холодные дни и очень-очень неуютно в Омске. Сыра в квартирах тоже холодно. Вот у нас такая же зима. И если вы не будете включать кондиционер или другие обогревательные приборы, то, конечно, будет холодно и неуютно. Некоторые есть, там продаются эти вентиляторы. Потом вот как масляные отопительные приборы. Ну, то есть можно зайти и посмотреть, что это. Но кондиционер все-таки, на мой взгляд, лучше всего. Единственное, что, конечно, электричество мотает много. Ну, а что делать? Что касается нас, зимой мы включаем его реже, чем летом. Летом, конечно, у нас кондиционер работает. Вот июль, август, сентябрь. Три месяца полностью, можно сказать, не отключаясь. И частично там захватывает июнь, октябрь. Что касается зимой, когда отапливаемся, ну, точечно, ребят. В этом году, несмотря даже на холодные дни, вот буквально, когда подряд лили дожди, включали, и то не постоянно. Кстати, друзья, пишите, кто как отапливается зимой у нас в Израиль. Будет полезно почитать всем нам, особенно новеньким. Ну, а я продолжаю. Поднимемся сейчас с вами на холм. Так, один из вопросов был такой. Какой световой у вас день? Рано или поздно темнеет? Также приводилось пример, что в России, допустим, в 10 вечера еще летом светло. Ну, вот как вот в Омске даже в 12 были сумерки. Ой, ребята, смотрите, какую красоту я увидела. Вот они, первые цветы у нас, красавчики. Здесь в Израиле такого нет. Темнеет очень рано. Летом сейчас закат в 17 с чем-то. Ну, это уже день идет на прибыль. Видите, какая вот красота. Вернее, зимой перепутала. А летом, ну, где-то в 8 с чем-то темнее. То есть в 9 вечера уже обычно, знаете, вот такая ночь летом. Здесь, как вот в Омске у нас было, в 12 идешь, и еще такие сумерки. Здесь так вот примерно в 8-9 вечера. Так, следующий вопрос. Кибуцы. Возникали ли мысли по приезду уехать жить в Кибуц? И есть ли опыт моих знакомых? Когда мы переезжали, нет, мы не думали о том, что уехать в Кибуц. Мы сразу выбрали хайфу. Вернее, вначале муж хотел в Нитанию. Мне вообще было все равно, куда отвезет, туда отвезет. А потом, посмотрев фильмы, он говорит, я все-таки выбираю хайфу. Это третье по величине город Израиля, столица севера. И на тот момент писали, что много работы. И квартиры, в принципе, дешевле по сравнению, допустим, с Тель-Авивом и с той же Нитанией. Поэтому мы выбрали хайфу. Исходили из этого. Ну и плюс ко всему, конечно, море. Для меня было важно, чтобы быть рядом с морем. Поэтому мы выбрали этот город. Ребята, мне приходится периодически прерываться, потому что рядом железная дорога. По поводу кибуцов. Среди знакомых, да. Наши знакомые уехали на год или на два раньше нас. И первый год они жили в Кибуце. Подробно не могу ничего сказать. Но то, что я помню из рассказа, это было больше 10 лет назад. Потому что мы 9 лет уже живем в Израиле. Очень нравилось. Но жили год, а потом переехали в другой город. Потому что стоял вопрос, там с работой что-то. И вот уехали из Кибуце. Но первый год, когда жили, было очень комфортно. И такие вот, как бы, типа тепличные условия. У кого, кстати, есть опыт, тоже. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Кто-то, может быть, проживает в Кибуце. То же самое. Если у вас есть желание записать со мной отдельное видео. Мне было бы тоже интересно послушать вот о жизни в Кибуце. И чтобы поделились опытом. И полезно также будет для других зрителей моего канала. Поэтому сейчас вот обращаюсь к вам. Кто-то изъявит желание, пожалуйста, напишите мне. Периодически буду прерываться также вот на такую красоту. Посмотрите, прям видно, да? Как будто вот древний порт был. Как будто вот остатки фундамента остались от старого города. Тель Шикмона. Больше 2000 лет назад здесь было поселение. Тоже уже много раз его показывала. Мне нравится это место, поэтому. Прихожу сама сюда любоваться и показываю вам. Что касается следующего вопроса. Был такой вопрос, где работают люди в Израиле. В 8 часов едут на работу и 18 с работы. И чем живет Хайфов? Такой вот был вопрос. Ну, насчет 8 и 18 часов здесь все индивидуально, по-разному. Где-то заводы работают из 7 и из 6 часов утра. Все индивидуально. Но ни для кого не секрет, что, конечно же, основная масса работают. Вот это Хайфово, именно касается новых репатриантов. Никайон – это уборка. И метапеллит – это уход за пожилыми людьми. Или за больными также людьми. Ну, также много работают в магазинах новых репатриантов. И дальше уже все индивидуально. Если вы подтвердите свои дипломы, выучите иврит, здесь тоже можно добиться своих высот. Кто-то открывает свое дело. И поэтому основная масса, конечно, работает на таких работах. Но, опять же, завод заводу рознь. Есть, конечно, тяжелые, очень тяжелые работы. Мы их здесь называем говно-работы. Где и условия ужасные, и саморабота физически очень тяжелая. А есть заводы. Ну, вы знаете, как бы. Я вот работала, допустим, в России перед приездом сюда, в Сбербанке, в колл-центре. Красивое, да, хорошее здание, современное оборудование. То есть там моими инструментами были наушники и компьютер. Здесь вот я работаю на заводе. Здесь тоже красивые современные здания. Все хорошо оборудовано по-современному. Только сейчас мои орудия труда. Это микроскоп, пинцет и паяльник. Ну, да, компьютер тоже бывает, как бы. Но это второстепенное. Если какие-то данные занести, там что-то посмотреть. Вот. Поэтому, знаете, как бы я сильно такой вот разницы не ощутила. Что прям там вот я сюда приехала, и здесь все так ужасно. Нет, просто как бы понятие завод, наверное, вот действительно у многих ассоциация, что там чуть ли там не в каких-нибудь там резиновых сапогах, там в перчатках, там каких-нибудь прорезиненных, там вот в черных фартуках, или в чем-то таком вот, или что-то такое вот тяжелое делаешь. Даже нет совершенно разные работы. Вот. И кто... Каждый выбирает свой путь. Кому как повезет. Следующий вопрос касается социального жилья. Задали вопрос, правда ли, что, чтобы получить социальное жилье, нужно прожить в Израиле 7 лет. Я такое не слышала. Вот. Ты не знаю. На моем примере, среди моих близких, через год им уже позвонили и предложили социальное жилье. И также вот, ну, несколько таких вот семейных пар, которым в течение года после того, как они приехали в Израиль, предложили социальное жилье. Но, опять же, что касается конкретно, где вы будете жить, какой район, такие подробности лучше уже обсуждать по приезду. И чтобы вы быстрее его получили, когда вы делаете все документы, все уже будет готово. И желательно также проконсультироваться у своего куратора, где можно встать на учет, вам все это подскажут, и сделать это сразу, не тянуть в силу. Тогда, конечно, и предложат вам быстрее это социальное жилье. Кому-то нравится там, и кто-то считает действительно, что условия выгодны. Кто-то отказывается и снимает квартиру. Также все индивидуально. На канале есть одно видео, я показывала социальное жилье. Достаточно хорошее, но, опять же, мы все разные. Понимаете, кому-то действительно нравится одно, кому-то другое. Все касается, опять же, всего индивидуального. Один видит, что стакан наполовину пустой, другой видит стакан наполовину полный. Так же и мы. Приезжают люди в Израиль. Мы приехали, мы сразу увидели, что это наш дом, и мы никуда не собираемся. Тоже вот задаете вопросы. Не хотите ли вы вернуться назад в Омск, в Россию? Несмотря на то, что я очень люблю Россию, да, это моя родина, но Израиль моя также вторая страна. Куда мы приехали, и переезжать куда-то я не собираюсь. И так же мы с Максимом, мой муж, мы приехали, и нам сразу понравилось здесь жить. И как бы мы не планируем никаких переездов в другие страны, либо возвращения назад в Россию. Хотя, конечно, вот последнее время я приезжаю в Омск, мне очень нравится, я считаю, что Омск изменился в лучшую сторону. Но не могу сказать про другие города, потому что я проживала в Омске. Вот, и то, что знаю, о том и говорю. Думаю, так же в других городах не хуже. Пишите, как у вас. Давайте немножко отличимся от вопросов. Посмотрите, вон, какая мозаика здесь сохранилась. Ну, пройти пока что сюда нельзя. Все огорожено. Может быть, когда-нибудь и будет это все в доступе. Вот видите? И вот там дальше тоже где-то есть надписи. Рассказывала уже раньше, что можно было пройти. И я там гуляла, и где-то даже делала видео на мозаику. Вот вон там вдалеке тоже красивая мозаика. Вот такие это древние поселения. Вообще вот в Израиле тоже видите этот холм. Неизвестно, что там внутри. В Израиле, как говорится, Израиль вообще страна-музей. Что ни копнит, то история. Везде можно вот копнуть и найти что-то вот древнее, старинное. И посмотрите, как сейчас красиво все зелено. Не перестаем любоваться нашей природой зимней. Еще был такой вопрос, касающийся стоматологии. Но вообще, на мой взгляд, это должно быть отдельное видео с профессионалом, чтобы точно уже рассказали те, какие клиники, какие цены. Ну, если взгляд обычного обывателя, вот мой взгляд по поводу стоматологии. Есть, конечно, кабинеты от больничных касс, макаби и эклолит. Но лично я не пользовалась такими. Мы лечим зубы у частных стоматологов. Разбег цен разный. То есть запломбы вы можете отдать, как подлично в моем опыте, минимум был 200 шекелей, максимум 800. Это запломб. Удаление, по-моему, 250 шекелей. Уже несколько лет не пользовалась. Хотя каждые полгода нужно ходить к стоматологу. Ну, каждый раз идешь к врачу, знаешь, что вроде как будет не больно, но этот страх с детства до сих пор меня преследует. Думаю, не меня одну. По поводу протезирования, то же самое. Везде все по-разному. Да, среди моего круга близких, знакомых, я могу поделиться там по поводу касающихся цен. Протезирование от 60 тысяч до 85 тысяч в Израиле. Тысяч шекелей. То, что касается вот последний год среди наших знакомых и близких. Что касается в России, то же самое. Ну, в среднем 500 тысяч рублей. Это вот буквально недавно и примерно там пару лет назад тоже среди знакомых в Омске. В Москве, я думаю, будет гораздо дороже. Пишите то же самое в комментариях из вашего опыта. Делитесь своим мнением. Просто касаясь протезирования, сами понимаете, ведь то же самое. Кому-то, может быть, один нужно имплант поставить, кому-то кость нарастить. То есть я не стоматолог, я не могу вот этими терминами, но то, что вот из разговоров я знаю, то есть то же самое. Кому-то коронки поставить, кому-то мост поставить. Все везде по-разному. Понятно, что сейчас никто не ставит там золотые, серебряные зубы. Ну, вот разбег цен, я сказала, то, что касается из того, что я знаю из нашего окружения. Везде по-разному. Также люди здесь берут кредиты. Что и в России то же самое. Это огромная сумма. Что здесь это огромная сумма? Если минимум зарплата 5800, 5800 шекелей. Ну, я уже говорю, по-новому сейчас вот-вот должны поднять зарплату. Ну, и представьте, 80 тысяч. Понятно, ты будешь брать кредит. И накопить такие деньги очень сложно, потому что, помимо этого, у людей, у многих есть еще и другие кредиты. Поэтому люди в основном делают зубы в кредит у нас. Так же, как и в России. Снова жду, когда пройдет поезд. Ходят достаточно часто. Ну, и последний на сегодня вопрос. Все ли у нас в Израиле живут обособленно? Ходят ли у нас в Израиле друг к другу в гости? И вообще, как здесь можно завести друзей? Заводят здесь знакомство? Не заводят знакомство? Есть ли друзья? Как в целом? Ребята, я вас умоляю. Ну, то же самое, как и везде. Все зависит от вас. Если вы общительный человек, то вы и здесь будете такой же общительный. По поводу гостей. Я жила еще в России. Уже такого не было, как в 90-е. Когда не было телефонов. Ага, собрался, приехал в гости без предупреждения. Дома-дома. Не дома-не дома. И часто как бы собирались. Но потом уже, даже в 2000-е годы, все равно появились сотовые телефоны. И прежде чем куда-то приехать, то, что касается меня, вот я рассказываю. Просто так, допустим, собраться, приехать уже такого не было. Ты все равно созваниваешься и договариваешься с друзьями, допустим, как бы дома-не дома, там, пойдем куда-то. И предпочтение уже было встречаться в кафе. То есть не дома. Это касается меня. Здесь то же самое. У меня очень много знакомых, допустим, мы созваниваемся. Но чтобы ходить в гости к кому-то, либо приглашать к себе, у нас такого нет. Потому что я не люблю ходить по гостям. Ну и как бы для меня тоже время, чтобы дома готовить, что-то принимать. Нету такого. Я не располагаю таким временем. Мне проще созвониться, поболтать. Даже просто встретиться в кафе. Но у меня нет такого времени. Если я выделяю его, то, конечно, я, значит, чем-то жертвую. Поэтому в основном мы созваниваемся по телефону. И также многие созвонились, как дела, потрещали там, сплетни обсудили с подружками, со знакомыми. И, как говорится, дальше разошлись. Потом можно не общаться там несколько месяцев. Опять созвониться там на несколько часов. И все, этого хватает. Как у других людей. Пишите тоже, делитесь, как у вас. Вот. Что касается конкретно уже, если в гости, то у нас здесь, мы жили на Бодгалиме, и соседка была Вики. Взрослая женщина. Ей за 80. Она чудесная такая вот женщина. Бабушка даже не могу назвать, потому что она вообще шикарно выглядит. И вот она постоянно к нам приходила. Ну, там уже были вот соседские, понимаете, отношения такие. Нас угощала что-нибудь там, испекет в субботу, принесет, накормит. Мы к ней также приходили посидеть, пообщаться. У нее дома было интересно. И, конечно, много таких вот сувениров она коллекционировала. И мне интересно прям было их разглядывать, слушать ее. Хотя у меня, конечно, с моим эвритом проблема, но, по крайней мере, так. Сейчас, вот даже сейчас, мы созваниваемся иногда, договорились встретиться в гости. Вот, понимаете, я ей привезла сувенир уже два года назад из Омска. И я до сих пор не могу дойти и передать ей этот сувенир. Мы уже договаривались встретиться все. Опять что-то пошло не так. Вот, понимаете, со временем это просто печаль-беда. Потому что это реально. Это нужно идти, это нужно много времени, чтобы дойти в гости. Вот то, что касается меня. А так, в целом, люди здесь очень доброжелательные, очень отзывчивые. Кто приезжает, это первое время, особенно это очень сильно бросается в глаза. Вам будут помогать. Где-то вы что-то спросите, что-то не так. Потому что новеньких всегда видно. Мы, когда приехали, то же самое. Где-то нам что-то спросим. Или даже просто стоим на остановке. К нам подходили, помогали, советовали. Даже вот с первой квартирой я рассказывала. Благодаря бабушке. Бабушка подсказала, что на Бодгалиме вот там человек, который сдает квартиры, вы можете обратиться. Даже, говорит, поехали. У меня, говорит, нет его сейчас телефона. Но я знаю, где у него вот агентство, что ли. И мы тогда точно приехали. Там был его телефон. Мы взяли и потом позвонили. Он говорил на русском. Вот таким образом даже мы нашли первую свою квартиру. Помогла нам бабушка. Дай бог ей здоровья, долгих лет жизни. Надеюсь, она еще живая. Потому что была очень-очень такая пожилая женщина. Вот так вот. Поэтому люди здесь чудесные. Чудесные люди. Не могу сказать, и в России тоже очень много хороших людей. Как и везде. Ну, в общем, все, ребята. Я буду заканчивать это видео. Надеюсь, ответила на ваши вопросы. Если вам понравился такой формат, также пишите. Я периодически тогда буду делать пост, чтобы вы писали свои вопросы. И время от времени отвечать. Потому что вот то, что сейчас отвечаю, эти вопросы собрала уже там, я не знаю, какой давности. Ну, все. На сегодня все. Лайки, комментарии не забывайте. Ну, все. Пока-пока.